Можно ли подготовиться к сдаче нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» за пять недель? Легко сказали участники нового направления регионального проекта «Я готов!» Школа ГТО. Это давняя мечта детства в школе, когда я училась, будучи 11-классникой. 11-классницы как раз водили эти нормативы, но, к сожалению, не представилось возможности поучаствовать. Теперь, спустя несколько лет, мне бы хотелось реализовать себя и получить, наконец-таки, заветный значок. Проект «Я готов!» стартовал в нашем регионе еще в июне. За это время во всех муниципальных районах области выросло 19 новых спортивных городков, адаптированных под сдачу нормативов ГТО. С идеей подтолкнуть людей к занятию физической культурой тогда выступила областная общественная палата во главе с руководителем Александром Грибовым. Мы призываем и ищем новых партнеров, новых друзей, для которых просто здоровое поколение и здоровый образ жизни – это не пустые слова, а конкретное дело. Поэтому мы готовы сотрудничать со всеми, и чем больше людей включится в проект, тем больше у нас будет здоровой молодежи, здоровых людей. Найти единомышленников труда не составило. Идею общественников поддержали члены регионального отделения молодой гвардии. Они предложили создать в Ярославле так называемую школу ГТО. Суть проекта – за несколько недель под чутким руководством профессиональных тренеров подготовить 30 добровольцев к сдаче нормативов. Мы поработаем над укреплением сердечно-сосудистой системы. Также, кому понадобится, скорректируем режим питания, то есть кто захочет скинуть вес. Обязательно, обязательно поработаем над эластичностью, гибкостью мышц. Пока в занятиях принимают участие 15 человек. Планируется, что в скором времени к ним присоединятся еще столько же. Стать участником проекта может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Для этого необходимо войти в группу нашу ВКонтакте «Молодая гвардия». Там прописано, что необходимо предоставить. То есть это справка необходимая, это полис страхования и, соответственно, огромное желание, чтобы участвовать. Уже в конце декабря первая группа добровольцев сможет сдать нормативы ГТО и в случае их успешного выполнения получит заветные значки. В планах активистов пойти еще дальше, открыть подобные школы во всех районах региона. Владимир Летуновский, Юрий Соболев, Георгий Иванов. День в событиях.